Особое мнение на 101FM Обойти не можем И с нее, пожалуй, и начнем Безусловно, вы правы Вот сейчас показания в суде дают бывшие действующие сотрудники мэрии И свидетельствуют они против Владимира Быкова Сейчас он руководитель ЗЭС, спикер ЗАГС Собрания В то время был главой города Но вообще доказательств его угроз и влияния нет Нет никаких подписей Не знаю, там каких-то, видимо, видеозаписей, аудиозаписей тоже нет в суде Показания ведь эти и как оговор можно принять Вот вы как думаете? Ну, я, Мария, немножко с вами не соглашусь в том плане Что свидетельская база, это, с моей точки зрения, самый основной аргумент Для наведения определенного элементарного, так сказать, порядка в данном вопросе С учетом того, что действительно, господин Быков, как свадебный генерал Это моя точка зрения, занимал эту должность И сегодня ее занимает Ковалева Который, по сути дела, руководил тогда городом И принимал соответствующие решения Действительно, подписи он не ставил С учетом того устава и с учетом того документа Которые, в общем-то, там предписаны главе города Но он выпускал постановления Но эти постановления касались только депутатов городской думы Но это не дает сегодня говорить о том, право, вернее, не дает право говорить о том, что сегодня, по сути дела, Быков не причастен к этому вопросу Потому что, я еще раз подчеркиваю, живые люди и свидетельская база, она дает нам полное основание говорить о том, что этим вопросом занимался непосредственно господин Быков И хочу напомнить всем радиослушателям и вам, Мария, о том, что в 2016 году мной была написана книга Коррупция Кировской области, офшорный рай или политический инкубатор для предателей Родины Так вот, там есть на 288 странице как раз, в общем-то, данный материал именно по парку Победы И он называется глухо, как в подбитом танке или заслуги главы Кирова Владимира Быкова Убитые дороги и сомнительная приватизация имущества города Кирова за копейки А дело возбудили в 2018 году Но тогда прокуратуре надо отдать должное Прокуратура работала, и не только работала по нашим запросам Но и она, как надзирающий орган, в принципе, смотрела всю ту нормативно-правовую базу Которая, в общем-то, в городской администрации исходила И она подавала в суд Она, так сказать, выиграла несколько судов Но с учетом того, что это дело произошло И потом появился добросовестный покупатель этой земли Хотя прокуратура на это указывала И там были судебные решения И данный вопрос, он ведь, по сути дела, тянулся с того момента Как вот этот вопрос, это самое, был предан публично Сергей Павлович, а почему так долго? Вот в 2016 году вы об этом уже писали В то время шли суды Да-да, в 2015 мы даже писали В которых было доказано, что продажа земли законна Почему вот так долго-то все? Почему только сейчас все начали раскручивать? Ну, правосудие у нас, оно, как говорится, в те времена И сейчас более-менее вроде бы начинают выправляться То есть не по телефонному праву работают Почему? Потому что там я могу массу примеров привести Тех негативных моментов, которые, в общем-то, сегодня были В составе той городской администрации и главы города Ведь Быков правил, по сути дела, два срока Был главой города, правильно? Вот, с учетом того, что я вам пример приведу Как можно за две тысячи было в рекреационной зоне Отдать землю за две тысячи И построить такую гостиницу, как Хилтон Но господин Белых находится где сегодня? В местах лишения свободы После того, вот этого аналитического исследования Которое дошло до президента Российской Федерации Рецензию по данному аналитическому исследованию Делал очень и мною, уважаемый мой друг Как говорится, полковник службы внешней разведки Юрист, это Михаил Долгов Поэтому вот по этой книге Многие, так сказать, статьи уголовного отдела Они взяты из этого источника То есть из этого аналитического исследования То, что касается сегодня главы города Бывшего главы города Владимира Быкова То я не сегодня предполагаю Что вот эта свидетельская база Которая придается публичности Естественно, она даст основание правоохранителям задуматься Какое видите вы конец этого всего? Я думаю, что это самое будет возбуждено уголовное дело И будет применена мера пресечения Господином Быкову в ближайшее время С учетом того, что сегодня происходит в суде И те показания, которые дают те работники, которые работали Они ведь не, это говорят, как говорится, громогласно И заявляют об этом Поэтому это сегодня тенденция С моей точки зрения В ближайшее время наступит развязка В отношении этого персонажа Под фамилией Быков А вот по поводу показаний, Сергей Павлинович, работников Вот мы уже со всех сторон Прям разговариваем По поводу Парка Победы Почти со всеми нашими спикерами Вот моральная сторона еще интересует Безусловно Вот смотрите, те же самые сотрудницы мэрии Да, бывшие действующие Они начали давать вот эти показания только сейчас Все то время они, получается, молчали, врали И что это происходило? Нет, вы понимаете Они простые рядовые работники Им давали указания те руководители, которым они подчинены Естественно, они публичности не придавали С моей точки зрения И, наверное, с их точки зрения Те рядовые задачи, которые ставило руководство Тогда и Драный, и Перескоков, в общем-то, бывшие главы администрации Сейчас видите, и Драный дал публично информацию о том Что было определенное давление со стороны господина Быкова То есть правильно было молчать, на ваш взгляд? Конечно, молчать, но не каждый сегодня скажет С учетом той ситуации, которая в Кировской области Да не только в Кировской области, а всей стране По рабочим местам, понимаете? Чтобы потерять работу, сегодня каждый боится этого И с учетом этого, не каждый сегодня чиновник Может пойти на риск и заявить о том, что это незаконно Но хотя тут тоже их никто от ответственности не освобождает За те действия, которые, в общем-то, они принимали Мы просто сейчас-то ведь это немножко с другой стороны Мы видим, мы видим, тогда нам кажется, что люди врали Теперь они начинают говорить правду, казалось бы, правду Может, они везде врут, может, и по Мородыкову врут И по каким-то еще важным проблемам Это не дискредитация? Мария, вы совершенно правильно ставите вопрос И я с вами согласен В большинстве своем власть сегодня, это моя точка зрения, врет Но когда начинают, в общем-то, появляться те признаки Преступных действий власти Они, естественно, люди, боясь о том, что получат соответствующие сроки Могут получить, потому что у нас сегодня переполнены тюрьмы и так далее Они, естественно, с учетом этого начинают тогда Когда правоохранители начинают конкретно работать по тому или иному вопросу Естественно, люди начинают, так сказать, говорить то, что было на самом деле И уходят, по сути дела Я не договорил Марии, уходят, по сути дела Как говорится, в свидетельскую базу А не подозреваемых, понимаете Это, по сути дела, любой нормальный человек Он, естественно, это самое А если он не будет говорить правду и будет говорить о том, что это было не так И чтобы это было так Но ведь сегодня и тогда, в 2015-2016 году прокуратура выносила соответствующее решение И ходила в суд, правильно? Вот, поэтому им было, с моей точки зрения, навсегда это делают Правоохранительные структуры Разъяснена, в общем-то, разъяснен закон и разъяснена их ответственность Поэтому они, их никто на них не давил Я больше, чем уверен Потому что ведомство вело Айрата Саэтовича Сегодня генерала Следственного комитета Кировской области Поэтому знаешь, что там работают толковые и очень умные люди Поэтому, как говорится, конечно, свойственно всем ошибаться Но здесь ошибок нет Потому что дело дошло до суда И мы видим, как сегодня свидетельская база, так сказать, строится в судебных разбирательствах А вот не поменяется ли статус кого-то из них? Ну, я не думаю, что поменяется Этот самый статус не поменяется Я имею в виду, что сейчас они свидетели Я понимаю, да, да Я вас понял, ваш вопрос Я не думаю, что поменяется, так сказать, их статус Статус свидетелей обвиняемой Я не думаю Почему? Потому что сегодня я думаю, что развязка данного судебного Это моя точка зрения, еще раз хочу подчеркнуть. Я думаю, что развязка данного судебного разбирательства будет в одном, что суд вынесет судебное решение в отношении господина Быкова и даст правоохранителям свободу действий. Еще коротенький вопрос перед перерывом по поводу смены статуса. А вот смены статуса чиновников, на ваш взгляд, не будет ли? Я сейчас конкретно говорю об Ирине Рубцовой. У нас в студии уже не раз заявлялось, что Шульгину, может быть, стоит пересмотреть отношение к ней, потому что это один из тех людей, который как раз участвовал в создании, так скажем, этой законной схемы продажи земли. Но я еще раз хочу подчеркнуть, Маша, о том, что она подчиненный человек именно главе администрации города. То есть пересмотреть, это уже вопрос Шульгина, но сегодня кадры, по сути дела, это дорогое удовольствие, ну это я так образно говорю, дорогое удовольствие на территории Кировской области. Профессиональные кадры. Я не знаю, я не могу сегодня говорить за Рубцову, за ее профессионализм и так далее. Если она профессиональный работник, естественно, как говорится, должна иметь собственное мнение. Она его имела, судя по ее, в общем-то, свидетельским показаниям, и отстаивала свою точку зрения. Но приказной порядок, он, по сути дела, присутствует везде и всюду. Поэтому человек не захотел потерять работу, пошел, как говорится, на определенную сделку. То есть все, что происходило, вы считаете давлением со стороны руководства? Безусловно, это давление было. У нас сейчас перерыв, полминутки и вернемся в студию. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона Мария Кожевникова. Своё особое мнение сегодня высказывает первый секретарь Кировского обкома КПРФ, депутат областного ЗАГС Собрания Сергей Мамаев. Продолжим еще тему с Парком Победы. Вот еще интересно ваше мнение по поводу одного из высказываний о том, что городадминистрация не хочет вернуть землю, потому что подала иск по взысканию денег у обвиняемого Ефаркина, владельца, учредителя компании «Кзорс», которая как раз купила по заниженной стоимости землю. Вот не искажение ли это фактов? Смотрите, землю «Кзорс» продал, купил ее за 120 миллионов, «Кировспецмонтаж». Вот администрация-то в этом смысле верно все делает, казалось бы, или нет? Почему я обвиняю в том, что ей земля не нужна? Нет, администрация делает, с моей точки зрения, правильный шаг. Но Ефаркин сможет ли заплатить, он не смог. Ему давалось время следствием, чтобы он внес эту данную сумму, как говорится, в бюджет города Кирова. Но, к сожалению, он этого не смог сделать. Во-первых. Во-вторых, Кировспецмонтаж по сегодняшним законам как бы является добросовестным покупателем. Но тут тоже надо смотреть эти вопросы. И, как говорится, в принципе, Кировспецмонтаж покупал за ту сумму, о которой они договорились, правильно? Но она довольно близка к рыночной стоимости, 120 миллионов рублей. Она очень близка к конечной стоимости, не та, за которую, допустим, выкупил этот экзорс, а близка к той стоимости, которая сегодня, в общем-то, оценена эта земля, 4 гектара в Парке Победы. Ну, вообще, видится какой-то способ возвращения этой земли? Безусловно. Поэтому идет судебная разбирательность. Естественно, это видится способ возвращения. Но дело в том, что ведь люди понесут соответствующее наказание в этом направлении. И у власти есть сегодня возможности, как говорится, запретить жилищное строительство на данном участке. Даже этому добросовестному покупателю у власти есть такая возможность по закону. Поэтому я думаю, что администрации района, да не думаю, я знаю, что администрации района, вернее, города обязательно воспользуются этой правовой основой, которая вверена им. Еще один вопрос. Тут, кстати, очень много вопросов пришло к нам на сайт. Вы, Сергей Павленович, у нас один из самых популярных спикеров. Вам всегда очень много вопросов. Вот один из них как раз в тему нашего обсуждения. А начну я с того, что вы говорили не так давно, что депутаты хотят оказать вотум недоверия господину Быкову. Вот эта цитата ваша. И этот вопрос вы будете обсуждать с коллегами из других партий. Как-то этот вопрос продвинулся? Ну, этот вопрос продвигаться. Вы видите заявление товарища Сураева, Федора Васильевича. Да, вот его чуть-чуть попозднее обсудим. Вы найдете в интернете заявление товарища Костина. Как говорится, тоже оно, в принципе, в этом ключе. Но я вам хочу одно напомнить. То, что последнее заседание законодательного собрания, я имею в виду пленарное заседание, которое было в июле месяце, и где три фракции покинули зал заседания, естественно, у нас было совещание. Обговаривали вопросы на перспективу, зная ситуацию именно по земле, по парку Победы. Какие-то шаги-то уже... Да, по другим вопросам мы этот вопрос затронули на нашем совещании. Когда проводил Быков с единороссами, вернее, продолжил пленарное заседание, по сути дела, это политический кризис для, в первую очередь, для спикера законодательного собрания, как главного единоросса на территории Кировской области. И с учетом того, что на перспективу мы договорились и обговаривали для каждой фракции подумать по отстранению господина Быкова от занятия его должности спикера законодательного собрания Кировской области. А что-то вот конкретное для этого уже сделано? А для этого конкретно, по сути дела, каждая фракция обсуждает. И, естественно, мы подойдем к финалу, тогда, когда будет у нас очередное пленарное заседание. Если господин Быков не уйдет в отставку самостоятельно, то мы будем требовать этого. И будем также обращаться, и уже обратились, наша фракция уже обратилась ко всем избирателям на территории Кировской области. И сейчас хочу это сделать в заявлении, что мы обращаемся к вам по поддержке именно данного, так сказать, момента, который, в общем-то, будет происходить в законодательном собрании. Если даже фракции или ЛДПР дрогнет, или справедливая Россия, то наша фракция в этом направлении будет занимать очень четкую и жесткую позицию. Потому что сегодня он не имеет морального права занимать эту должность. Но вообще ведь вины никакой не доказано, он даже по делу не проходит никак. Ну, он, понятно, мы с вами говорили об этом выше, но дело в том, что не доказано, свидетельская база сегодня подтверждением является. Это знаете, как говорится, вот все, что ты на себя возьмешь, в том тебя и обвинят, да? Вот по идее, казалось бы, Владимир Васильевич, ты на себя сейчас что должен брать? Этот шаг, он что должен показать? Его уход. А этот шаг должен показать его сегодня ум в том плане, что он сегодня не может в этих условиях занимать эту должность. Тем самым он наносит определенное... В условиях чего? В условиях каких? Обвинений в его сторону? В его сторону идут обвинения, правильно вы, Мария говорит, свидетелей по делу Парка Победы. Идет обвинение в ее сторону. То есть свидетелей полностью, так сказать, вот то, что сколько заседаний было, тот же Драна еще, та же Мамедова, та же Рубцова, та же Киселева, по сути дела громогласно заявляют о его действиях в этом, так сказать, уголовном деле. Но с учетом того, что у правоохранителей нет оснований, он действительно не подписывал никакие документы, вот, то сегодня данный вопрос именно стоит в этом ключе. Именно по свидетельской базе. Тем самым сегодня авторитет законодательного собрания снижается. И, как говорят в народе, уходит ниже плинтуса. И, тем не менее, господину Быкову в любом случае придется принимать соответствующие решения. Именно по руководству законодательного собрания. Наши слушатели спрашивают, а верите ли вы в то, что Быков подаст в отставку, и будете ли вы претендовать на его место? Ну, я еще раз хочу подчеркнуть для всех радиослушателей, Мария, о том, что верить одно, а здравый смысл должен преобладать у человека. Если у него есть здравый смысл, значит, он это сделает. И сделать может очень красиво и выгодно для него. Например? Ну, например, не могу я вам сейчас сказать, я, конечно, могу рекомендовать заболеть и так далее. И еще некоторые, так сказать, возможности красивые есть, я уже вам сказал, один пример привел. То есть может заболеть. Вот. По состоянию здоровья действительно, с учетом возрастного элемента и с учетом сегодняшнего прессинга общественного, то же самое. Он может заболеть. Не вопрос. Человек ведь, как говорится, всегда переживает. Любой человек. Он не может быть железным. Правильно? Вот. И нет такого, я не видел, по физиологическим данным, чтобы этот самый человек был глух от того, что происходит в обществе. Правильно? Любой человек. Тот, который занимает определенную должность. А то, что касается моей скромной персоны, то я всего лишь руководитель партии. Если партия сегодня сочтет нужным, значит, будем думать над этим вопросом. А по поводу того, что вы называете красивым, но вы же понимаете, что все это все равно будет перевернуто? Ну, я не думаю, что это будет перевернуто. Ведь как подаст сегодня, в общем-то, и средства массовой информации, а в первую очередь официальные средства массовой информации. Вот. Перевернуть все можно, понимаете. У нас сегодня обычно пирамиду перевертывают. Ее с ног на голову ставят. У нас сейчас и дело, и с моей точки зрения, и в государстве это все перевернуто. Вот. Поэтому я не исключаю, естественно, будут различные инсунинации в этом направлении. Но что делать? Коли ты заварил кашу, то придется тебе ее хлебать. И вот, Сергей Павлович, последний вопрос по этой теме. Вот по поводу справедливой России, о том, о чем вы уже упомянули, да. Я заявил Федор Сураев о том, что в УЗС «Справедливая Россия» под руководством Быкова работать не будет. И если, значит, после каникул все будет по-старому, то на заседание они просто не придут. Вот, на ваш взгляд, это поведение в целом правильное. И главное, меня интересует по отношению к избирателям. По отношению к избирателям это очень правильное решение Федора Васильевича. В первую очередь, это его, по сути дела, подчеркивает, я бы так сказал, в определенной степени порядочность. В том плане, что, я еще раз хочу напомнить, было совещание, и он не случайно это заявил. Значит, он как лидер фракции уже определился в этом вопросе. И я не могу сегодня публичности передать те наши, так сказать, разговоры, которые, в принципе, в этом направлении двигаются. Медленно, правда, но они идут. А его заявление, оно еще раз свидетельствует о том, что фракция под его руководством сегодня настроена именно на такой шаг. И, естественно, я за свою партию сказал. Смотрите, получается, они не будут отстаивать мнение своих избирателей. Почему не будут они отстаивать? Они не будут какие-то инициативы предлагать. Ну, они же не будут работать в ЭЗС. Вот это, ну, это хорошо. Нет, почему? Это наоборот. Сегодня мы не отстаиваем за это самое интересы, как говорится, своих избирателей с учетом узурпации в законодательном собрании. Даже финансовая составляющая 54 миллиона, которые выделены на законодательное собрание, то и этими 54 миллионами в основном пользуются кто? И расходы от этой партии «Единая Россия». Вы сейчас про деньги на исполнение наказов избирателей? Да, безусловно. А ведь не только это самое, это, по сути дела, выполнение, исполнение депутатских полномочий. А мы не можем сегодня двигаться по территории, пока не объяснив, куда ты едешь и зачем ты едешь. А это не дело сегодня спикера, допустим, и тех людей, которые на профессиональной основе работают в законодательном собрании. А что-то изменится, на ваш взгляд, если человек уйдет? Безусловно. Даже я могу сегодня сказать, если Быков был в отпуске, то замечал, вернее, исполнял обязанности Титов, то гораздо-то, сказать, все эти вопросы решались быстрее, оперативнее, без всяких надрывов. Вот. Поэтому мы не говорим, то есть, вернее, не нужно говорить о том, что мы не будем сегодня встречаться и решать вопросы наших избирателей. Мы сегодня требуем, чтобы те наказы, которые, в общем-то, давали наши избиратели, они притворялись в жизнь. Они сегодня узурпированы одной партией под названием «Единая Россия». И они свои наказы не исполняют. Может, им какие-то были другие наказы, я не знаю. Но в то же время, маленький пример вам приведу, бюджет идет. Чего ж вы не выступаете и не просите для той или иной территории решить тот или иной вопрос? Сергей Павлович, давайте все-таки к парку победы вернемся. И хочу спросить, а по поводу вашего поведения, вот точно так же сделать вы не собираетесь, как «Справедливая Россия»? Мы сегодня изучаем этот вопрос. И как «Справедливая Россия» мы, как говорится, можем поддержать это решение. Естественно, еще раз вам говорю, что мы... Но конкретного решения не приняли еще. Мы решение приняли. Мы будем сегодня добиваться отставки господина Быкова. Немедленной отставки. А по поводу работы в УЗС? Это сегодня не авторитет законодательного собрания, в первую очередь. Это сегодня не дает развития территории. Это многие вопросы, которые сегодня должны решаться на законодательном собрании. То есть законодательное собрание имеет возможность контроля. Мы ее осуществляем. Но мы не можем провести тот или иной законопроект с учетом давления этой политической структуры. Еще раз повторю свой вопрос. Все-таки конкретный ответ хочу получить. Вот если не уходит в отставку Владимир Васильевич, если он выходит на сентябрьскую сессию, вы в УЗС работаете или вы как «Справедливая Россия» хотите сделать? Нет, «Справедливая Россия» точно так же. Мы сделаем заявление. Мы поставим в повестку дня, как говорится, возможность занимать его должность. Естественно, каждая фракция, та, которая поддержит, в первую очередь уже поддержала «Справедливая Россия», выскажет свое мнение от той или иной партии, от имени депутатского корпуса, как говорится, и будет предлагать принимать данное решение. Но с учетом того, что сегодня там большинство, еще раз хочу подчеркнуть, извините, это мое личное мнение, кнопкодавов, которые, в общем-то, нервожают свое мнение, естественно, будут подчиняться решению партии, той партии, которая в большинстве сего сегодня занимает кресел в законодательном собрании. У нас сейчас перерыв, полторы минуты рекламы, и вернемся в студию. Да, это действительно программа «Особое мнение». Сегодня его высказывает первый секретарь Кировского обкома КПРФ, депутат областного ЗАГС Собрания Сергей Мамаев. Меня зовут Мария Кожевникова. Сергей Павлинович, вот еще прочитаю один из вопросов слушателей. Вы то ругаете Шульгина, как по заказу, то успокаиваетесь вдруг. Что за всплески активности в отношении сети-менеджера? Что за всплески активности? Очень много сегодня вопросов к господину Шульгину. Господин Шульгин пригласил сам, как говорится, по тем предложениям, которые мы высказывали. И ему высказывали, высказывали общественности на наших митингах. В общем, и требовали от господина Шульгина. Он пытается сегодня эти предложения, как говорится, внедрить в свое руководство. Но пока мы этого не видим. Ну, то есть, а всплесках-то давайте. Вы предлагали, он вас услышал, и теперь вы перестали его укритиковать. Не, почему? А кто сказал, что мы его прекратили критиковать, господина Шульгина? Я сегодня могу это во всеуслышание сказать, что мы его не прекратили критиковать. Что происходит сегодня в городе Кирове, особенно по благоустройству. Это из рук вон плохо. И нет никакого управления сегодня в отношении именно, так сказать, городского хозяйства. Я вам массу могу привести примеров. Те, которые сегодня, скандалы идут на ровном месте. Ну, давайте возьмем этот самый склонг Калинка Морозов. Такой есть, вы это самое помните? Это, по сути дела, конфликт на ровном месте. Я ему прямо говорю, товарищ Шульгин или господин Шульгин, вы прекратите заниматься ерундой. Человек работает. Вы дайте ему возможность сегодня работать. Вы, если что-то, так сказать, какие-то замечания, но они должны быть реальными. Вы должны пригласить и провести соответствующее совещание. Мы ждем этого совещания. Примет ли он определенные меры правильные, здравые в отношении, в общем-то, Калинки Морозова. А мы этого требуем. Мы на всех митингах это говорим. Времени очень мало, поэтому на вопрос слушателя ответили, критиковать не перестали. По поводу митингов я хочу с вами поговорить. Сейчас КПРФ очень активно выступает против нового завода в Мородыково. Но вот уже приезжали из Росрау люди, пытались наладить диалог. Сказали, что вопрос решенный, проектировать завод будем. И как раз во время проектирования, как заявили представители Росрау, вполне может что-то измениться. То есть кировчане могут добиться, например, отмены строительства, если докажут, что завод нарушает какие-то экологические принципы. Машенька, очень хороший вопрос. Но смотрите, Сергей Павлович, сейчас-то вы чего добиваетесь вот в данный момент? Ведь вроде бы все уже рассказали нам объяснение. Вы очень хорош, никто ничего не сказал. Я присутствовал сегодня на встрече с Росрау и с Росатом. Это приезжали два главы департамента, двух министерств под названием Росрау и Росатом. Это было в Мородыково. Мы посмотрели завод по уничтожению химоружия. Мы прошли, как говорится, нас там пригласили, нам все показали. Потом собрались мы в Доме культуры, очень шикарном советской, так сказать, постройке, этот Дом культуры. И пришли простые жители Мородыково. И когда задавали эти простые жители вопросы этим двум, так сказать, представителям министерств, я просто не выдержал, им сказал. Об этом никто нигде не подчеркнул и не сказал. Я просто хочу довести до широкой общественности, до наших радиослушателей. Я им задал вопрос. Вы выпустили постановление правительства, которое подписал Медведев. Вы определили сумму. Что вы будете там перерабатывать? Никто ничего не... Ну, первый, второй класс опасности. Вы что, будете мусор это перерабатывать? Вы назовите. Или батарейки, лампочки, к примеру. Или там еще что-то будете перерабатывать. Мы вам предлагаем конверсию на данном заводе. То есть промышленное производство, так сказать, сделать. Или утилизацию наших тех бытовых отходов, которые тоннами сегодня лежат на свалке. Вот это принимается. Но они не могли даже ответить. У них нет сегодня проектно-сметной документации. Об этом они не говорили. Нет, они говорили. Так вы на каком основании тогда это самое сегодня предлагаете для населения? Вы что? Вы кто такие? Я им прямо сказал. Вы представляете сегодня министерство, а двух слов связать не можете. Если бы вы нам сказали о том, что мы будем вот это, вот это, вот это перерабатывать. Естественно, мы бы населению довели до широкой общественности и сказали. А, минуточку, я им напомнил третью статью Конституции, которую они, по сути дела, не понимают. Они там решили. За народ решили. За третью статью Конституции основного закона. Я говорю, вы кто такие? Им прямо говорю. Приехали сюда. Двух слов связать не можете, не можете ответить на наши вопросы. Они, естественно, растерялись и, как говорится, одно только говорили. Да, мы будем делать проектно-сметную документацию. Так ты проектно-сметную документацию-то должен уже сделать на то направление, которое тебе предписало это постановление правительство. А у тебя еще ничего нет. А вы уже заложили 5 миллиардов в это постановление. Как расчет-то делали? Они не могли даже не на этот элементарный, так сказать, управленческий вопрос ответить. Поэтому я вам очень это эмоционально говорю. Этот вопрос сегодня публичный. Этот вопрос касается каждого гражданина Кировской области. Даже губернатор сегодня, это по нашей инициативе приглашение, да, по сути дела, через губернатора шло. Вот, двух данных министерств. Потому что голый документ, который предписывает 5 миллиардов рублей, а расчеты как вы делали? Почему 5-то миллиардов определили? Ну, и Сергей Павлович, да, вот так же активно и эмоционально. И поэтому, Мария, этот вопрос сегодня стратегический на территории Кировской области. Да, я говорю публично сегодня, и тогда сказал военным, они молодцы. Они спасли Кировскую область от катастрофы. Уничтожили химическое оружие. Нанесли определенные, это самое, и моральные, и, может, даже экологические, это самое, моменты. Но мы об этом сегодня не говорим. Им надо сказать спасибо за то, что они это сделали, свою работу отвели. Но я и прошу сегодня, и им сказал, и публично этим двум департаментам передайте Министерству обороны наш низкий поклон за то, что они сделали. Но никогда до конца, так сказать, не выводите это подразделение сегодня с территории. Потому что на складах осталось кое-чего, даже уничтоженное. Оно должно обслуживаться. Вот это я только могу сказать публично. Все остальное знаю, но я не имею права говорить о тех моментах, которые сегодня подлежат определенной секретности. Ну вот, Сергей Павлович, вы выходите на митинги, ваша партия, да? И мы будем это делать. И я, Мария, всем хочу сказать огромное спасибо. Особенно жителям города Кирова и Кировской области. Особенно тем регионам, которые сегодня пошли на эти митинги. Огромное, Маша, спасибо. И все-таки мой вопрос, Сергей Павлович, вы на эти митинги выходите партии КПРФ. И вот вас уже начали обвинять в том, что КПРФ дербанит, так сказал один из наших спикеров Алексей Кузьмин, морадыковскую повестку в политических целях. Егор Поспелов у нас сказал, что митинги по проблемным вопросам, на его взгляд, партии должны как-то совместно проводить, а не под своими флагами выходить. А кто им не позволяет, это Мария сделает. Сергей Павлович, вы почему вот ваша партия... Я еще раз подчеркиваю, мы партия, так сказать, последовательная и жесткая по отношению, как говорится, к проблемам жителей Кировской области. То есть вы приглашаете к вам и присоединяемся? Мы приглашаем. Мы не только приглашаем, но когда люди уводят людей в заблуждение и, так сказать, выпускают пар, я не называю сегодня эти партии, а хочу напомнить этим молодым людям, я их, это самое, немножко знаю. Основное, что в государстве, основное это политика. А что такое политика? Это концентрированное выражение экономики всей нашей с вами жизни. Какая политическая составляющая, какой спектр, какая идеология на той или иной территории, как говорится сегодня, исполнительным органам власти употребляется, так и решаются вопросы. Запомните, и всем хочу нашим радиослушателям сказать, без политической составляющей глобальные вопросы не решаются. И я не передергаю никакое одеяло, так сказать, на нашу компартию, я просто говорю о последовательности наших действий. И мы будем это продолжать, пока не добьемся ясности данного вопроса, пока не добьемся, так сказать, предложений, пока не услышим, как говорится, ответное слово населения нашей территории Кировской области. Мы это будем продолжать. Всех остальных приглашаем под наши знамена. Потому что, я еще раз подчеркиваю, это идет утилизация, так сказать, напряжения на территории, в общем-то, по очень важному вопросу. Под ваши знамена или со своими знаменами? Я не могу сегодня пригласить Парнас. Я знаю, эта партия финансируется Госдепом Соединенных Штатов. И, как говорится, это никто не будет опровергать. И что они? Сегодня нам нужны оранжевой революции? Я все-таки хочу понять. Бунты и так далее. Вы готовы со всеми вместе выходить? Я готов. Я всех приглашаю. И мы приглашаем все политические структуры, чтобы они бы это самоучаствовали в наших медицах. А почему тогда не идут? Я еще раз подчеркиваю. И хочу, Маша, почему этот вопрос сказать? Это не только мое личное мнение. Это мнение целой огромной политической силы, ведущей на территории нашей страны, под названием Коммунистическая партия Российской Федерации, которая единственная имеет идеологическую составляющую, которая единственная имеет программу. Даже нет у Единой России. Понимаете? Эта последовательность, она позволяет нам говорить о тех партейках и партиях, которые сегодня есть. Даже те, которые представлены в парламенте Российской Федерации. Почему? Да, потому что они сегодня очень хорошо дружат с данной властью. Это длинный разговор, и не хочу его, как говорится, продолжать. Я закончу вот на этом. Нам и некогда. Нам и некогда. Программа «Особое мнение» подошла к концу. Спасибо, Сергей Павлинович, вам. Вам огромное спасибо. Доброго дня вам и всем слушателям. И всем слушателям тоже самое. Огромное спасибо и всего самого доброго. Хорошего вам дня.